Вот так выглядит лагерь беженцев с Украины в Ростовской области. Главная проблема здесь у людей – это отсутствие нормального жилья и работы. Специалистов здесь хватает из разных сфер, и наш регион готов помочь квалифицированным медикам и с жильем, и с работой. Я тоже не спустя на руках, но я, как называется, и предложение... Если вы будете спадать, может быть, я сейчас еще перенеду по Мурманску. Поехали, я вас забираю с собой. Хорошо. Ну, там и город, и Мурманск. И Мурманский область. На польском полуострове, да? Да, совершенно верно. У вас там Кольская АЭС есть, да? Да, у нас там коллеги тоже. После возвращения об итогах своей поездки Николай Полуденко доложил главе региона Марине Ковтун. Он успел посетить два пункта временного размещения беженцев в Цемлянске и в российских лагерях на границе с Украиной. Те люди, которые находятся в Цемлянске, они нуждаются во всем, начиная от туалетных принадлежностей, заканчивая теплыми вещами. По той простой причине, что, ну, уходили они со своих нажитых мест, ну, кто в чем. В майках, в палатах, в спортивных брюках, в футболках. Дети, вот, там, бруднички, допустим, двухмесячные, там, годовалые, два годика. Детей там очень много. По словам Николая Полуденко, во время бесед в любой момент приехать на Север согласились более 50 человек. Сейчас решается вопрос о трудоустройстве и расселении граждан Украины. Причем большая часть из них – это горняки. Необходимо будет этот список обсудить на штабе и рекомендовать муниципальным образованиям, где есть горняцкие профессии. А я думаю, что все они применения в Заполярном могут найти. Ну, и в крайнем случае кировчанам тоже передать эти списки. В Мурманскую область сейчас стихийно прибывает немало беженцев из Украины. В основном люди приезжают к своим родственникам. Им необходима работа и медицинское обслуживание. Для решения этих проблем в регионе уже создан специальный оперативный штаб. По медицинской помощи у нас обратилось уже 21 человек, те, которые прибыли из Юго-Востока Украины. Из них 12 детей. Гаспиализировано 5 человек, из них 2 детей. Как заверил министр здравоохранения, медицинская помощь всем приехавшим с Донбасса, несмотря на украинское гражданство, оказывается без ограничений и в полном объёме.